Микс Ньюс Доброе утро всем, 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 кто к нам сейчас подключился, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Утро. Личное утро». И веду ее сегодня я, Рита Трошкина, и наша гостья, очень интересный человек, сразу говорю, Светлана Алексеева, сертифицированный специалист по питанию. Поэтому вы понимаете, о чем мы будем говорить. Вы можете звонить, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Если у вас есть какие-то вопросы, они наверняка есть у многих, и мы постараемся на них ответить. Светлана нам обещала. Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Рита. Личное утро с вами. Сразу вопрос такой диктует, как у вас оно начинается? С чего? Да. Утро начинается с того, что, конечно же, я просыпаюсь, привожусь в порядок и готовлю завтрак для своих двух детей, которые у меня школьники. У меня дочка, которая 10 лет, и сын ему 12. И готовлю им завтрак, готовлю для них, для себя. И если интересует, конечно же, и вас интересует питание, что мы кушаем, то это всегда разное. Сейчас мы взяли за правило такой интересный момент. Мы согласовываем меню заранее. Мы согласовываем меню на неделю вперед. Это очень интересно. Чтобы дети знали, что будет на завтрак. Это, во-первых, облегчает жизнь утреннюю. Не надо суматошно искать, что осталось в холодильнике, что можно приготовить. Это сокращает время. И тем самым детям даётся выбор, что они хотят кушать. Не навязывать им свои пищевые привычки, что я считаю, что вы должны кушать, например, сегодня омлет, а они хотят кашу. А давать выбор им, и они таким образом могут сами участвовать в этом процессе. И это очень важно. А во сколько вы встаёте? Мы встаём примерно в 6.30, я в 6.30, а детки в 7 примерно. И что сегодня у вас было на завтрак? Сразу такой личный вопрос. Сегодня был омлет у сына и йогурт был с фруктами у дочки. Очень, с одной стороны, сложно и интересно, но у них все завтраки абсолютно разные. То есть один ребёнок ест одно, другой ребёнок ест другое. Ну, это, кажется, задача для мамы. Поэтому планирование очень помогает. И возьмите себе на заметку, на будущее планирование завтраков, обедов и ужинов спасает действительно от многих таких неверных, неправильных решений. Например, быстро приготовить бутерброд с колбасой. Или же залить сладкую сухую кашу молоком. Вот я ищу ручку, чтобы сразу себе делать заметочки. Уже заметочка номер один. Планирование завтрака. И хочу просто напомнить, что некоторое время назад, во время карантинного периода, Светлана была у нас в эфире, просто мы ей звонили и задавали ей вопрос, как питаться нам во время карантина, чтобы не толстеть. Потому что все очень страдали и переживали. Дома сидя, пекли пироги и набирали килограммы. Она так хорошо и здорово все рассказала, мы договорились об отдельной программе. И вот она, эта программа, сейчас в эфире. 6-7-2-12-9-3-9, 6-7-2-13-9-3-9. Ждем ваши вопросы, если они у вас есть. Сейчас фраза, вот есть такая фраза знаменитая, «Если одна дверь закрывается, то другая открывается». Ее переделали так, «Если одна дверь закрывается, то открывается другая, это дверца холодильника». Как вы можете прокомментировать? Да, есть такое дело. И если мы, опять же, возвращаемся к истории карантинной, то те карантинные килограммы, которые были набраны, сейчас отступают с трудом. У кого-то отступают, кто взялся за ум, у кого-то не отступают, потому что, может быть, пока что не пришло время этим заниматься. Но действительно, дверца холодильника открывается чаще при различных эмоциональных состояниях. Дверца надежды. Да, дверца надежды. Человек пытается спасти свое эмоциональное состояние едой. Стресс, недосыпание, может быть, какие-то неурядицы в семье или на работе. И одно из самых доступных средств – это еда. То есть это реально, извините, что перебиваю, это реально помогает или это иллюзия? Ну, смотрите, это помогает в данный конкретный момент человеку приглушить эмоции. Но если мы смотрим в долгосрочной перспективе, то это получается замкнутый круг. Человек съедает лишнюю порцию, может быть, это даже какая-то полезная еда, но это будет лишняя порция, которая будет свыше его потребностей. Он заглушает эмоциональный какой-то свой фон и продолжает жить дальше. Но если у него таких периодов много и они постоянно, то получается так, что человек набирает лишний вес. Лишний вес никому не придавал энергии, сил и повышенного настроения. Это, опять же, склонность больше к депрессивным состояниям, недовольствам собой. И опять эмоциональный фон снижается, и это опять же идёт поход в холодильник. Это бесконечный какой-то процесс. Бесконечный порочный круг. Да, да, да. То есть надо его как-то, может быть, заклеить, и тут верно как-то заколотить. Вы знаете, есть специальные электронные замки на холодильник. Я не видела в Латвии, но я знаю, что где-то можно в интернете заказать. Ставится код на холодильник, прикрепляется. И, например, в 8 часов вечера холодильник закрывается. И ты не можешь его открыть. Это программная установка. Это для людей слабой воли. Насилие какой-то. Но если человек не может сам себя ограничить, ну вот такие уже вещи придумывают. Различные есть звуковые и светящиеся свинки. Когда человек открывает холодильник, он видит, там стоит, например, хрюшка, и она начинает хрюкать и светиться. Но это как бы такое, как напоминание, как бы не кушать. Но это всё, конечно, такие методики неправильные, и психологически неправильные, и эмоционально неправильные. И надо всё-таки искать другие методы. Ну вот про эти методы мы сегодня и поговорим. Я хотела вот о чём спросить. А в целом, как вы считаете, вот вы занимаетесь этим вопросом уже много лет, да? Мир в целом, он худеет или толстеет? Какая тенденция сейчас? Эпидемия, ожирение всё-таки есть. Есть. Да, да. При всём при том, что сейчас всё больше и больше также правительственных программ, Всемирная организация здравоохранения и самоуправление, они все работают на то, чтобы осуществлять профилактику ожирения, снижения веса и так далее. Но тенденция пока что всё-таки идёт вверх. Возможно, надо ещё, чтобы прошло ещё какое-то десятилетие, чтобы всё-таки график роста в случае ожирения и лишнего веса всё-таки пошёл к снижению. А вот страны, если линеечку вот эту выстроить, страны по линеечке выстроить, то Латвия в каком месте будет стоять? Есть более такие склонные, да, в целом страны к ожирению, как вы говорите, да? Да, да. По серединке. По серединке. Да, по серединке, да. Ну, даже, наверное, так и видно, то есть, когда приезжаешь, там куда-то видно. А Италия там более такая худощавая страна, можно так сказать. Ну да, ну да. Почему макароны, их любимые, не приводят? Сложно сказать, сложно сказать, потому что, в принципе, конечно, факторы, которые влияют на то, что у человека образовывается лишний вес и в итоге ожирение, их как бы много, они разные. Это, например, потребление соли, потребление сахара повышенное, потребление большого количества насыщенных жиров. Если мы сравниваем, например, с итальянцами, то паста, алденте, например, да, из хорошей крупы цельнозерновой, например, да, это прекрасный источник энергии, прекрасный источник клетчатки. И в такой пасте, ну, в принципе, содержания сахара там нет. Содержание жиров, там только, ну, как бы правильные жиры, ненасыщенные, которые есть в злаках, и содержание соли тоже как бы маленькое, да, поэтому если мы сравниваем с пастой, то это одна история. Но мы не забываем, что в Италии есть также пиццы и так далее, да, но тоже там надо смотреть. Да, тоже надо смотреть. Конечно, генетический фактор тоже влияет. Уровень стресса, например, если мы сравниваем жизнь в Латвии, в таком прохладном регионе, мы все работаем с 9 до 6, там, дети, кружки, школы и так далее, и берем итальянцев, которых, например, есть обеденный длинный перерыв, когда они отдыхают, и у них отношение к жизни совершенно другое. Они относятся к жизни намного проще, намного легче. Возможно, эмоциональный фактор тут тоже дает свое как бы такое веское значение. Я сразу вопрос, может быть, чуть-чуть из другой темы. Кухня какой страны у вас любимая? Наверное, европейская. Европейская, да. Простая, абсолютно несложная, какие-то абсолютно видимые на тарелке ингредиенты. Не вариант лазаньи или же рагу, а, например, кусок мяса, гриль, рыба и, например, овощи или те же самые зерновые, картофель и так далее. Что-то простое. А любимое блюдо, которое вы дома готовите сама? Это лосось, запеченный под соусом французская горчица вместе с йогуртом. Это очень вкусно. И готовка в духовке, опять же, сокращает время. То есть вам не надо стоять возле плиты, не надо потом вымывать вот это все. А давайте сразу чуть подробнее, да? Мы потом еще напишем на сайте этот рецепт. Берете французскую горчицу, йогурт без добавок, любой. Можете брать турецкий, греческий. Смешиваете в пропорции один к одному, выкладываете на противень или на силиконовую форму лосось или форель, филе порезанное, и сверху таким небольшим слоем, может быть, в полсантиметра вот эту смесь. И в духовку на 180 градусов, ну, примерно 20-30 минут. Без соли? Без соли, без ничего, потому что у горчицы есть такой привкус, и сама рыба, она немножко соленоватая. Ну, мне кажется. Так как мы дома не используем много соли, вкусовые рецепторы очень чувствительны к натуральным всем этим ингредиентам, поэтому с соли даже не добавляю. Я скажу так, что, ну, члены моей семьи не досаливают это блюдо, да? Полностью хватает горчицы. И, в принципе, можно ту же самую историю повторять и с курицей, и с рыбой какой-то, с другой, например, той же самой треской. Вот просто сегодня надо попробовать сделать. Да, очень вкусно. Напоминаю, что в гостях у нас, у нас сегодня личная отрасль со Светланой Алексеевой, она сертифицированный специалист по питанию. А как вы пришли к этой профессии, как вы стали специалистом именно по питанию? Путь мой был долог. Долог? Да, потому что я сначала получала образование в совершенно другой сфере. И примерно, наверное, сейчас скажу, где-то 10 лет назад я приняла решение, что я хочу углубиться в вопрос питания, потому что мне всегда это было не чуждо. И я поступила в Рижский университет имени Страдыни на специальность, специалист по питанию, закончила бакалавриат. И поняла, что это та профессия, с которой я хочу связать свою жизнь, что это не только тот навык, который я могу перенести на свою семью, на своих детей, мужа, родителей, но это тот навык, те знания, с которыми я хочу делиться с окружающими. Я люблю, обожаю свою работу, я люблю заниматься просветительской деятельностью. И после бакалавриата я закончила также магистратуру в Рижском университете имени Страдыни. И продолжаю в этой сфере работать, развиваться, посещаю конференции, семинары, участвую также со своими работами, докладами. И это, я сейчас скажу так, что работа моей мечты – это моя такая большая жизнь и любовь. Как приятно это слышать. Не так часто можно услышать, что работа мечты, вот она у меня есть. Хорошо, как интересно. Но вот у вас частная практика своя, да? Скажите, люди, которые к вам приходят, какие проблемы их больше всего волнуют? Снижение веса или какие-то ещё проблемы, связанные со здоровьем? Или просто желание гармонично как-то устроить всё в своей жизни? Вот что? Очень интересно, что приходят люди с лишним весом, которые эстетически просто недовольны собой, да, например. И я обычно отправляю на анализ, анализ крови, чтобы посмотреть, какие показатели в крови могут свидетельствоваться о том, что какие-то есть заболевания и так далее. И уже картина клиническая, картина, которую мы видим по анализу крови, говорит о том, что, например, повышен уровень холестерина, повышен уровень сахара, повышен уровень мочевой кислоты. То есть человек ещё по ощущениям его резервы физиологические, он тянет себя, да, но на самом деле уже клиническая картина, анализ крови показывает о том, что, в принципе, организм уже истощён, уже проблемы. Если он будет продолжать в таком же самом ключе, то это может быть развитие сердечно-сосудистых заболеваний, развитие сахарного диабета второго типа, та же самая подагра и так далее. То есть тут уже пришли как бы за эстетикой, а клиническая картина говорит о том, что уже пора лечить. То есть полезно всем, фактически, получается. Вот сейчас вспомнила, пока мы говорили, знаменитая фраза, её приписывают Майя Плесецкой, ещё там есть варианты. Ну, допустим, это Плесецкая сказала, что есть единственное средство не жрать, да? Да, как похудеть? Не жрать, деточка, всё. Вы согласны с этим? Я с этим не согласна. Я бы сказала так, что чтобы похудеть, надо есть, но есть то количество продуктов, сколько подходит именно вашему образу жизни, и те продукты, которые подходят вашему образу жизни. Потому что диеты низкокалорийные, а-ля вариант не есть, они краткосрочные, они, в принципе, если мы говорим о том, что они там длятся примерно 5 дней в неделю, то это нормально, и это может быть. Но если мы говорим о девушках, ну, в основном девушке, которые сидят на очень низкокалорийных диетах длительный промежуток времени, то это грозит очень большими дефицитами, дефицитами различных микро- и макронутриентов. Отсюда нервные срывы, отсюда выпадение волос, ломка структей и так далее. У нас звоночек, послушаем. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а вот какие продукты, ну, как бы, повлияют на то, что вот повышенный уровень мочевой кислоты? Второй вопрос, а как вы относитесь к оливковому маслу? Ну, хорошему я имею в виду, потому что вот другой, как бы, специалист по диете, как бы, что это тоже нежелательно. Тогда вот, скажем, как салат сделать, с чем сметаной нежелательно, с маслом нежелательно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Первый вопрос был по поводу повышения мочевой кислоты. На уровень мочевой кислоты влияют продукты, содержащие пурины, это в основном белковые продукты животного происхождения, мясо, рыба, морепродукты. Поэтому если повышенный уровень мочевой кислоты, то надо все-таки делать приоритет на рацион растительного происхождения и ограничивать количество продуктов животного происхождения до определенных порций. Конечно, количество порций, количество порций, это вам может сказать конкретно специалист по питанию или диетолог, которому вы сможете обратиться. Но акцент все-таки делать надо на вегетарианские продукты. Это могут быть те же самые крупы, овощи, фрукты и так далее. Если мы говорим о оливковом масле, то хорошее оливковое масло, есть extra virgin оливковое масло холодного отжима, это прекрасный источник ненасыщенных жиров. Я его рекомендую использовать и в салатах, и в заправках. И если вы даже будете жарить на невысоких температурах на сковородке, то вы можете использовать это масло. Прекрасное масло, я не вижу поводов, почему от него надо бы отказываться, потому что все-таки 30% нашего рациона должно состоять из жиров. И жиры должны быть полезны. Полезные жиры – это растительные масла, орехи, семечки, авокадо, оливки и так далее. А заправлять салатик-то чем лучше всего? Отлично, оливковое масло с соком лимона – вообще шикарный вариант. А йогурты? Если нравится такая сметанная заправка, то я рекомендую сметану заменить на йогурт. Для чего? Для того, чтобы снизить количество насыщенных жиров. И заправлять йогуртом. Давайте всем скажем про майонез. Убирать из салатов майонез, да? Или делать его самим? Смотрите, с майонезом тоже сейчас вам расскажу один рецептик хороший. Давайте. Записываю. Да. Смотрите, майонез сам по себе, если мы говорим просто как про продукт, то это высококалорийный продукт, который содержит очень много жиров. И если вы хотите снизить калорийность, то, конечно, надо майонезов избегать. Если мы сравниваем покупной майонез и домашний майонез, то по калорийности они одинаковы. Единственное, что приоритет будет, конечно, у домашнего майонеза, потому что там не будут добавлены ни добавки никакие, да? То есть там натуральные продукты. Но так как мы все-таки пытаемся снизить калорийность и присматриваться своим внешним видом, я рекомендую вам сделать а-ля майонез на основе, опять же, горчицы и йогурта. Брать только не французскую горчицу, а простую горчицу. И когда вы будете смешивать простой йогурт вместе с горчицей, найдите ту пропорцию, которая бы вам по вкусу напоминала майонез. То есть если побольше будет горчицы, то он будет более такой остренький. Если поменьше будет горчицы, то он будет такой более нежный. Это классная альтернатива. И вот мне часто говорят спасибо за эту рекомендацию. И просто ничего больше не добавлять? Ничего не добавлять. Если вы хотите как майонез, ничего не добавлять. Если вы хотите поиграться с соусом, что-то интересное, можете добавить чеснок, специи, зелень. Это будет просто супер соус. Замечательно. Спасибо. Я уже себе там несколько пунктов отметила, что нужно сделать и попробовать. У вас есть любимый салат какой-то свой? Много зелени, помидоры, огурцы. И очень люблю сладкий лук в таком салате. И такой салат обычно заправляю лимонным соком с маслом. Вот уже половина программы прошла. Да. Мы успели кое-что обсудить. Сейчас продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами после рекламной паузы. Мы продолжаем нашу программу «Личное утро». Сегодня у нас «Личное утро» Светланы Алексеевой, сертифицированного специалиста по питанию. Это очень крутой специалист, сразу вам говорю. Мы начали в первой части обсуждать. А я вот сразу хочу такой вопрос. Светлана, вы когда продукты покупаете в магазине, вы этикетки читаете? Читаю. Пошел, почитал этикетку. Обязательно. Обязательно. И без того, чтобы посмотреть на этикетку, не покупая продукты, потому что вся информация, которую мы можем получить о продукте, она указана на этикетке. Визуально невозможно оценить преимущество одного продукта перед другим абсолютно. И надо читать и состав, и таблицу калорийности, содержания белков, жиров и углеводов. Это ж надо с табличкой со своей какой-то ходить, сравнивать. Знаете, это тоже такой лайфхак. Лайфхак. То есть вы один раз придете в магазин, потому что обычно мы ходим все-таки в один и тот же магазин, который ближе к дому, ближе к работе и так далее. Один раз пройдите вдоль полок магазинов, пересчитайте все группы продуктов. Например, вам надо, вы покупаете хлеб. Изучите этот хлеб, вот сегодня потратите, например, 15 минут своего времени на изучение хлеба. Вы выберете тот вариант хлеба, который будет подходить вам по вашим требованиям. Опять же, если будет время, я могу рассказать, как выбирать хлеб. Вам надо выбрать макароны. Опять же, выделите 15 минут времени для того, чтобы посмотреть на полках магазинов, какие есть макароны, какие там есть ингредиенты, какой там есть состав. Один раз, потратив больше времени на чтение этикеток, вы выберете тот свой суперпродукт, который будет подходить вам, и дальше вы будете автоматически подходить, и это уже не будет занимать так много времени. Вы будете знать, какой продукт вписывается в ваш образ жизни, в ваш рацион. А вот идеальный холодильник, каким он должен быть, на ваш взгляд? Вот открываешь, ну, без свинок там и без этих пугалок всяких, да, вот какой он должен быть, что там должно лежать обязательно. Кисломолочные продукты без добавок, то есть без ягодок, нарисованных на йогуртах. Да, без ягодок. А вот очень любят дети эти ягодки. Да, да, да. И это в основном, как бы, причина лишнего веса у детей школьного возраста, что я вижу в своей практике, это детки, которые злоупотребляют питьевыми йогуртами с добавками, с сахаром. То есть в холодильнике, значит, кисломолочные продукты, это йогурт без добавок, творог, молоко, кефир, ряженка, всё, что, ну, нравится, да, кисломолочные продукты, потому что являются, и молочные продукты являются прекрасным источником кальция, белка и полезных бактерий, которые нужны для нашей микрофлоры желудка. Безусловно, овощи, зелень, и было бы хорошо, чтобы эти овощи были готовы к употреблению, например, в контейнер уже помытые помидорки черри, например, или огурцы. Постное мясо в контейнер тот же самый, заварите заранее или обжарьте, например, филе индейки или филе курицы или, например, какую-то рыбку или мясо. Хлеб цельнозерновой лучше всего, что я ещё, фрукты те же самые, да, но фрукты можно держать и в холодильнике и на кухне, да. В принципе, вот такие основные продукты. У нас звоночек, звоночек, послушаем. Алло. Доброе утро. Доброе. У меня такой вопрос. Сейчас, каково мнение ваше по поводу, ваше мнение, мнение Минздрава. Сейчас пищевая промышленность увлекается очень пальмовым маслом в мороженом, в шоколаде, в печеньях. Сюда это пальмовое масло. Оно же очень вредное. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Пальмовое масло, которое содержится в тех продуктах, которые вы назвали, оно само по себе в тех количествах, в которых он там находится, не так страшно, как сами продукты. Эти продукты у нас, это кондитерские изделия в основном или полуфабрикаты, они богаты очень сахарами, солью, трансжирами. И поэтому тут более страшно не само пальмовое масло, а тот набор ингредиентов, который идёт в совокупности с этим маслом. С пальмовым маслом там большая очень история идёт по поводу экологической ситуации, того, как добывается это масло, и что всё-таки пальмовое масло, использование его в пищевой промышленности влияет на экологию нашей планеты. Тут больше такая история. Но то количество пальмового масла, которое содержится в продуктах, полуфабрикатах и сладостях, оно не критично. Вот видите, очень часто противоречивую информацию мы получаем. Вы, наверное, с этим сталкиваетесь больше, чем кто-либо, да? Поэтому, чтобы сориентироваться, вот надо себе эти ориентиры найти в первую очередь. И поэтому у нас сегодня в гостях Светлана Алексеева. И вопрос такой, знаменитая поговорка «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Как вы к этому относитесь? Прокомментируйте, пожалуйста. Актуально это сейчас? Я не рекомендую такой подход. Я все-таки за то, чтобы физиологическая нагрузка на наш желудочно-кишечный тракт была равномерная в течение всего дня. И чтобы были конкретные приемы пищи в определенное время без каких-то перекусов. Если мы, например, если человек ужина дает врагу, то есть он последний раз кушает, возможно, в 4 часа дня, а спать он идет в 11. Абсолютно, получается, 7 часов перерыва. Я вас уверяю, что это будет срыв вечером, это будет срыв в 9-10 часов вечера перед сном, когда человек больше не может контролировать себя и пойдет в холодильник и съест что-то оттуда. Будет хорошо, если это будет постная курочка с огурцом, но, с другой стороны, если человек уже 6 часов не ест, то тут играет такую роль физиологически организм пытается повысить уровень сахара в крови, и он это будет делать любыми способами. И будет очень большая тяга к сладкому, к жирному, к большим порциям переедания. Поэтому вариант отдать ужин врагу я не рекомендую. И врагов нам тоже не надо. И врагов нам тоже не надо. Завтрак понятно, а обед? Обед – это… Святое. Святое, да, обед должен быть. Главное, чтобы этот обед был сбалансированным, потому что очень часто тоже мне жалуются, когда приходят на консультацию, что покушал и ко сну клонит человека. Почему это происходит? Потому что это пища тяжёлая, это пища, богатая жирами, это пища какая-то жареная, например, жареный карбонат какой-то с картошкой, с соусами, насыщенными такими жирами. И, конечно, это тяжело, и организму надо свои силы отдавать на переваривание этой тяжёлой пищи. Конечно, уже кровоток весь идёт от головного мозга к желудку, да, и, конечно, человек его склонит ко сну, да, поэтому… А вот есть такое понятие, как правильная, полезная тарелка. Да. Да, что это такое? Расскажите, пожалуйста. Классный подход, который очень хорошо работает, когда, например, я объясняю детям, да, потому что они, ну, то есть калории, белки, жиры, углевод, для них это всё сложно. Тарелка размером примерно должна быть с вашу руку, с ладонь, диаметр тарелки, да. Такая небольшая. Ну, небольшая, да. Ну, например, большой мужчина, да, взрослый, у него будет большая тарелка, у ребёнка будет маленькая. Сразу вспоминаю эти турецкие отели, да, 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 с такими огромными тарелищами. Да, да, вот это не работает, да. Надо подбирать свою тарелку, и, значит, мы её делим, визуально делим на глаз. Одна четвёртая этой тарелки должны содержать крахмалистые продукты. Это крупы, это картофель, это хлеб. Одна четвёртая этой тарелки – это должен быть постный белок. Белок может быть животного происхождения или растительного происхождения. Если это животного происхождения, то это яйца, рыба, курица, морепродукты, мясо. Если это растительного происхождения белок, то это бобовые, которые очень часто люди исключают из рациона, а на самом деле бобовые – прекрасный источник белка, прекрасный источник клетчатки. И рекомендую, если как-то не срослось у вас, попробовать всё-таки вводить в рацион. И, в принципе, половину тарелки мы выделяем для овощей. То есть это тарелка на один раз или на один? Это на один раз. На один раз, да? Один приём пищи, да. И можно так три раза, сколько раз в день-то лучше всего? Вы знаете, нету такого правильного одного конкретного подхода, есть такой индивидуальный персонализированный подход. Мы смотрим по тому, как человек, какой у него режим, какой у него ритм жизни. Это может быть три приёма пищи, это может быть пять приёмов пищи. Абсолютно зависит от, опять же, здоровья человека, какой у него там уровень сахара, что у него с весом и его ритма жизни. Например, если мы говорим про детей, у которых куча кружков, и они не успевают покушать, мы не можем в три приёма пищи ему вложить все необходимые калории, белки, жиры, углеводы. Ему обязательно надо будет дробить всё это, да. Ну вот просто просится вопрос про перекусы. Да. Перекусы, которые… Вот человек сидит на работе и что-то там заедает, он не может там выскочить, пообедать нормально. Как вы относитесь к перекусам и что это должно… Какими они должны быть? Перекусы, перекусы, в принципе, мы считаем их таким же приёмом пищи, как и основные приёмы пищи, да, не надо себя обманывать, что я только перекусила там что-то с чаем. Так вот. Да, да, да. Ясно. Да, то есть обычно про них забывают, ну что там подумаешь, я что-то что-то скушала. Но очень часто бывает калорийность перекуса сопоставима с калорийностью основного приёма пищи. Потому что если мы сравним, например, чашечку латте и, не знаю, булочку, например, круассан, да, то по калорийности это может быть равно, например, порции в филе гриль куриного с гриль овощами. И мы смотрим, например, что мы получаем в этот приём пищи с курицей, белок, с овощами, клетчатку, витамины, или же латте с круассаном, ну там что, сахар, жиры, то есть там быстрая энергия, клетчатки ноль. И это тот перекус, после которого захочется кушать очень быстро. Поэтому я рекомендую, если всё-таки перекус, ну невозможно уйти с рабочего места, классный вариант это сухофрукты и орехи. Можно их как в виде сухофруктов и орехов, есть прекрасный выбор батончиков прессованных, да, из орехов и сухофруктов. Но, опять же, батончики надо уметь выбирать и смотреть, что там в составе обязательно, да. То есть если там вы увидите на этикетке красиво нарисованный там, не знаю, фундук и чернослив, не ведитесь на эту уловочку, переверните, почитайте, посмотрите, что там ещё. Будем читать. Я уже себе вот очень полезное у нас сегодня, личное утро полезное, я уже себе не знаю, сколько пунктов поотмечала лично себе. Сразу представила, Светлана, вот вы рассказываете, перекусы, орешки, представила кинотеатр, зал, да, где вот полулёжа находятся, сидят зрители, включая детей и подростков, с огромными пакетами попкорна и большими-большими колами, вот этими стаканами колы. Печальная картина для вас это или как? Ну, смотрите, если таких походов, эпизодов в кино, то есть не каждую неделю, например, ну вот действительно собрались одноклассники, пошли в кино, это прекрасно. И не надо… Не надо себя ругать. Не надо себя ругать. Всё-таки мы не роботы, мы люди, мы живём в реальном мире, и небольшие слабости себе мы можем позволять. И всё-таки это социальная какая-то адаптация, да, и, например, навязывать своему ребёнку и отпускать его в кинотеатр с друзьями с морковкой в контейнере, ну, это нехороший вариант, да. Ребёнок тоже должен себя чувствовать комфортно. Если это осознанный, осознанный взрослый, который идёт в кинотеатр, то я, конечно, бы порекомендовала ему подумать насчёт того, что он кушает. Но, опять же, так как у нас этих эпизодов киношных не так много, ну, почему бы не расслабиться? А вообще к срывам, вот вы говорили перед эфиром, да, что если начинаешь придерживаться правильного питания и заботы о своём здоровье, то это останавливать нельзя, да, вы сказали. А срывы-то бывают всё равно, как к этому относиться? Да, бывают срывы, бывают праздники семейные, бывают много вариантов. И, опять же, я говорю, мы все люди. Я всегда говорю о том, что вы должны проанализировать ситуацию, если это срыв. Подумайте, почему этот срыв, что спровоцировало, и в следующий раз постарайтесь минимизировать эти риски. Но если срыв произошёл, и что делать на следующий день? Ничего, возвращайтесь к правильному питанию, возвращайтесь к своей цели, продолжайте. Не надо себя корить, не надо психологически себя насиловать. То есть это ещё хуже, пойдёшь заедать в холодильник. Да-да-да, просто да, была неправа, исправлюсь и вперёд. Хорошо. А у вас бывает лично у вас срывы? Такой коварный вопрос. Вы знаете, у меня срывов не бывает, потому что я себе позволяю есть, то есть у меня примерно 70-80% рациона это правильное питание, но 20-30% я себе позволяю какие-то там вещи, которые не полезны. Но если это в таком количестве, то почему бы и нет? И вот недавно у меня был день рождения, праздник 1 сентября и так далее. Но это прекрасно. И опять же, мы все собираемся за столом. И навязывать какие-то свои пищевые пристрастия, но это неправильно, некорректно. Поэтому если вы пришли в гости, и вам хозяйка накрыла на стол, и она приготовила с любовью эту селёдку под шубой, ну съешьте вы эту селёдку под шубой, ну просто не ешьте там, не знаю, две порции, съешьте половину порции. А потом Наполеон, домашняя работа. И чуть-чуть Наполеона, да, потому что на самом деле большая проблема в размере порций. Мы можем есть правильные продукты, но тот же самый правильный авокадо на цельнозерновом хлебе там с яйцом пашот, ну это идеальное такое сочетание продуктов, очень вкусное, я знаю, очень многим нравится. Но если мы съедим, например, два таких бутерброда, то это будет за много, хотя и продукты хорошие. Если мы съедим один, то это будет в самый раз. То же самое и с различными такими, ну неправильными, ну даже такое слово неправильное, неправильные. Все продукты, они как бы правильные, вот, потому что они как бы есть. Но если мы будем корректировать эту порцию и съедать не целый кусок торта, не целый кусок пиццы. А капельку? Ну чуть-чуть, да, но это во вред не пойдёт. И будет наоборот эмоционально, психологически легче дальше продолжать свой путь там к здоровью. Ой, как мне нравится вас. Сразу вспоминаю, всегда в таких ситуациях будем вспоминать про размер тарелочки. Вот ладонь, да? Вот тарелочка с ладонью. Нет-нет, это диаметр. Ну диаметр, ну понятно. Ну понятно. Ничего, нормально. Понятно. Да. Значит, что? А про дольчевиту хотела вас спросить очень. Вот дольчевита. Сахар в нашей жизни. Это ваша тема. Вы выступали с такой лекцией, да, по-моему, где-то недавно. А почему мы так сладкое любим и чем оно нам опасно, вредно? Сладкое мы любим по разным причинам. И у нас ребёнок рождается. И первое, что он пробует, это вкус материнского молока. Молоко сладкое. То есть даже, например, когда ребёночек находится в утробе матери, когда мама кушает что-то сладкое, ребёнок начинает двигаться более активно, у него начинается рефлекс глотательный, тоже связанный как бы с этой сладостью. Также есть люди, которые генетически предрасположены к чувству этого сладкого вкуса больше, чем другие. Вы знаете людей, например, которым нравится больше солёная, например, еда. Есть люди, которым нравится больше сладкая. Но вот очень часто есть люди, которые генетически предрасположены к этому сладкому вкусу. Эмоциональное состояние, которое пытается нас, стресс и те же самые, перенапряжение, самое, что нам даёт выброс позитивных таких эмоций и гормональный всплеск – это сладкое, которое мы кушаем. Поэтому причин много. И с сахаром получается так, что, например, мы съедаем конфетку, у нас уровень сахара в крови очень резко повышается. И это нравится нашему организму. Но после такого резкого повышения сахара в крови, после конфетки, он точно так же резко падает. У нас получается такая яма. И опять же, чтобы быстрее восстановиться, мы опять хотим сладкое. И опять получается такие… Бесконечный процесс. Да, американские горки. Вот мы прыгаем сверху вниз, сверху вниз. И с этой сахарной зависимостью мы даже одно время пытались… И есть такое мнение, что есть зависимость сахарная, как наркотическая. Но, если честно, клинических таких данных я не нашла. Это больше такое… СМИ пропагандируют такую вещь. Но такое есть. Чем больше кушаешь сахара, тем больше хочется. Поэтому слезать с этой сахарной иглы надо постепенно. Кому-то постепенно, кому-то сразу. Тут надо искать каждому свой подход. Я сразу бросила. Да? Много лет вообще. Это прекрасно. Я не могу уже больше сладкий чай пить никогда. Это прекрасно. Он мне очень… Ну, что-то другое. Да. Взамен этого. У нас звоночек, успеем послушать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу льняного масла и мёда. Полезно или нет? Спасибо. Вопрос, в чём заключается? Полезно ли льняное масло и мёд? Льняное масло. Да, полезно, как любое семечковое масло. Оно содержит омега-3. Прекрасное масло. С ним немножко небольшие сложности такие, что оно очень быстро портится, оксидируется. Поэтому его надо хранить, чтобы оно было в тёмной бутылке, например, в холодильнике, и довольно быстро его использовать. Прекрасный вариант, как источник омега-3. И что второе было? Мёд. Мёд. Да, мёд – это, в принципе, по составу он очень схож с сахаром. Это глюкоза и фруктоза. По калорийности он чуть меньше содержит калории, чем сахар. Да, и мёд содержит иммуноглобулины, содержит какие-то витамины, но их количество не такое большое, чтобы прям ставить мёд во главе и говорить о том, что кушайте мёд, у вас будет там всё прекрасно. И количество мёда тоже надо ограничивать так же, как и сахара. Это примерно 5 чайных ложек в день. То есть, если вы говорите о том, что я ухожу от сахара за счёт мёда, нет, вы ничего не выиграете отсюда. То есть, тут как бы надо уходить от сахара полностью. Светлана, мы успеем, ещё про хлеб вы обещали рассказать. Вот мне очень интересно, как выбирать хлеб? Выбор хлеба должен основываться на нескольких позиций. Первое мы смотрим – это содержание соли. Желательно, чтобы соли было меньше 1 грамма на 100 грамм. Это важно. Количество сахара. Ищем хлеб, который содержал бы меньше 5 грамм сахара на 100 грамм. Это было бы идеально. Очень важно смотреть количество клетчатки. Если будет больше 3 грамм на 100 грамм клетчатки, это хорошо. Если будет больше 6 грамм на 100 грамм, это будет ещё лучше. Если мы смотрим тот арсенал, что мы имеем в магазинах на полках, то есть у одного варианта хлеба, например, будет один параметр хороший, у другого другой, но надо поискать, надо посмотреть и найти всё-таки. А вот эти вот, которые привозят, крестьянские продукты, которые привозят из деревни, они по качеству лучше, может быть, всё-таки? Вообще не факт. Что лучше, вообще не факт. Да, потому что, например, тот же самый хлеб, который производится в производственных масштабах, там понятное количество каких продуктов, количество белка, количество жиров, белков, углеводов, соли, сахара. Домашний хлеб, сложно сказать, сколько сахара. Всё ещё пекут дома хлеб очень-очень. Кстати, дома очень хорошо печь. На самом деле, чтобы сделать вот этот идеальный хлеб с идеальным составом, это прекрасный вариант печь дома. Брать цельнозерновую муку, брать, например, клыес, такие есть отруби продаются. Контролировать таким образом количество соли, сахара можно класть, не класть. Можно добавлять льняное семя. И тот же самый, не надо иметь там специальную хлебопечку. Есть, продаются специальные для хлеба силиконовые формы. В духовку прекрасно. В духовке получается. Да, очень-очень-очень рекомендую. Надо пробовать. Я уже себе исписала второй лист всякими лайфхаками вашими. Очень полезная у нас программа сегодня получилась. Светлана, мы всё, конечно, не успеваем, уже к концу всё подошло. Где можно вообще почитать вас, где можно задать вам вопросы в социальных сетях? Я активно развиваю свой блог в Инстаграме и делюсь там со своими подписчиками информацией о питании, о новейших исследованиях, о том, как выбирать продукты, о том, какие преимущества у того или другого продукта. Вы можете найти меня в Инстаграме. Мой аккаунт Светлана, подчёркивание нижних, Алексеева. Ну, мы напишем ещё на страничке на сайте MixNews.lv, вот краткую такую резюме-выжимку из этой программы сделаем, вы ищите на следующий день, наверное, в субботу появится, и там будет ссылочка на аккаунт Светланы, а также у неё частная практика есть, да, то есть можете воспользоваться. И сегодня очень интересные советы мы услышали, я ещё хотела спросить, конечно, про воду, но мы не успеваем, и про сезон заготовок. Что, вот посоветуйте ещё две минуты, осталось, что из продуктов осенних полезно приготовить на зиму, заготовить на зиму? Я скажу, что всё, всё сезонное, всё сезонное, которое мы собираем, можно морозить, да, то есть, например, те же самые овощи, там ту же самую тыкву, цветную капусту, морозить, заморозка является прекрасным способом сохранения всех витаминов и микро- и макронутриентов из овощей. Это прекрасный, прекрасный вид хранения, так что сезонные овощи можно готовить, можно морозить, это будет самое лучшее. Скажите, в школу детям вы даёте что-то с собой, перекусики какие-то, и что полезно дать? Я сейчас не даю, мы сейчас ещё только в процессе внедрения в школу, потому что ещё пока что непонятно, мне, по крайней мере, непонятно, что у них там с питанием, какие перемены, то ли выпускают их на перемены, то ли нет в классе, если они остаётся, ну, там, может быть, не очень комфортно кушать. Но вот ещё в прошлом году, когда была школа, да, перекусы – это в основном сухофрукты, орехи, да. И ребёнку с собой. Ну, всё, наша программа подошла к концу, к сожалению, ещё осталось много вопросов, я думаю, что мы продолжим эту тему, потому что она для всех очень важна и интересна. А, Светлана, спасибо вам. Вам спасибо. Желаем вам хорошей недели, выходных и хорошей следующей недели, да, и всем нашим радиослушателям тоже спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова